Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хочу поделиться с вами темой, над которой рассуждал. И я так назвал свою проповедь, лицо христианина или мы, христиане, как лицо церкви. В мире есть такое выражение, лицо компании или лицо, представляющееся кого-то, какого-то человека. И я размышлял над этим выражением, что мы представляем в этом мире, являемся представителями Христа, Христовой Церкви. Что я подразумеваю под словом лицо? Это, в первую очередь, представительство, но также я буду затрагивать и в прямом смысле, какое бывает наше лицо. Прочитаю из книги «Песни песней», 2 глава, 14 стих. Книги «Песни песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Последняя фраза «лицо твое приятно». То есть Библия сравнивает, мы знаем песни песней, что голубица церковь, жених, которого ждет невеста, это Христос. И Христос говорит, да, лицо, оно приятно. Лицо церкви, можно сказать, оно приятно. Оно является светом в этом мире. И я подумал, но церковь же состоит из членов, из членов церкви в первую очередь, из нас. И по нам, видно ли, видно ли по нам, что церковь приятна, что Христос приятен, интересен, к Нему хочется идти или нет. Знаете, в мире говорят, что какой поп, такой и приход. Или что на витрине, то и в магазине. То есть по нам можно сказать, какая наша церковь, а вследствие какой наш Бог. И я себе задал вопрос, а каким я являюсь представителем Бога на земле? Бывает ли такое, что я тем самым, что я являюсь плохим представителем, плохо представляю Бога и не в том виде, какой он есть? Люди, вы знаете, смотрят на нашу жизнь, они смотрят на наши слова, на наши дела, на то, как мы здороваемся, на наши глаза, на наше лицо, даже в прямом смысле. И Библия очень много говорит о лице. Очень много стихов в Ветхом Завете и в Новом Завете говорит о лице. И вот возникает вопрос, да? Если бывает, люди видят неправильное где-то, но они не видят христианина в правильном виде, у них может возникнуть вопрос, а какой его Бог? Да, если же христиан ведет жизнь несоответствующую, или говорит, или показывает, и лицо у него всегда хмурое, это, конечно, может быть, но у них возникнет вопрос, ну, что-то странное, наверное, и Бог у него такой. И, конечно же, это неправильно. Библия говорит, что, евреям 13 глава 2 стих, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Как Он был, как Он любил людей, так Он и любит людей. Как Он был к ним расположен. Как Он ждет, как блудного сына Отец бежит навстречу, так Он и сейчас бежит навстречу. Иоанна 13 глава 35 стих, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Потому узнают все». То есть люди узнают, что вы мои ученики, когда они будут видеть между вами любовь, между вами хорошее отношение, видеть ваши лица в хорошем состоянии. И проблема, бывает, заключается не в Христе, конечно. Конечно, Христос, я уверен, и Библия, если мы читаем Библию, мы всегда, и я всегда, представлял Христа, человека, которому тянется. Библия говорит, что дети к Нему шли, бежали, да? Люди, смотря на Христа, хотели жить. Они шли, за Ним толпы людей шли. То есть Он располагал к себе. По Его жизни было видно, что это человек святой. Первое, что я отметил, почему, бывает, не проявляется, мы не являемся представителями Бога на земле. Первое, я прочитаю 2 Коринфянам, 3 глава, с 14 по 18 стих. 18 стих. До этого пишет Павел, что Христос снял покрывало с нас, и мы увидели Христа. Мы увидели Христа, и мы теперь открытым лицом. Открытым лицом. То есть человек, он является представителем Христа на этой земле, в первую очередь, когда он сам является последователем Христа. Человеком, который верит в Христа. Человеком, с которого Христос снял это покрывало, как здесь написано. И теперь у него открытое лицо. Тогда он может им в мире нести свет, когда Господь ему открылся. Второе, что я отметил, когда у человека, бывает у нас, не видно по нам, что мы являемся представителями, когда у человека в сердце не все хорошо. Когда он, может быть, даже забыл, кем он является, и является ли он представителем Христа на этой земле. Это довольно высокая должность и высокая миссия. Через нас люди приходят к Богу, смотря на наши поступки, на наши дела, на нашу внешность, на наш разговор, на нашу мимику, на наши глаза, на наши к ним отношения, когда люди приходят в церковь. Если они видят холодность, они подумают так и о нашем Боге, потому что они скажут, но есть же зависимость. В Езеке 2 глава 4 стих. И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем. Ниеме 2 глава 12 стих прочитаю. Ниеме 1 и 2 стих, прошу прощения. В месяце Несане, в 20-й год царя Артак сердца, было перед ним вино, и я взял вино и подал царю. И казалось, не был печален пред ним, но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался. То есть люди видят по нашему лицу, по нашим поступкам, по нашим словам, что у нас в сердце. Когда у нас в сердце что-то хромает, нет чего-то, нет любви к людям, нет желания рассказывать людям о Боге, обращаться к ним, тогда у нас и на лице это показывается. Царь Артак сердцем заметил, что на лице печаль. Печаль. И как важно, чтобы у нас в сердце, в первую очередь, было все чисто, с Богом у нас были хорошие отношения, была любовь друг к другу, любовь к окружающим, и тогда у нас и на лице будет все в порядке. И мы будем лицом церкви красивым и приятным, как я вначале прочитал. Притчи, 27 глава, 19 стих. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Я долго размышлял над этим стихом, я как понимаю. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Когда я смотрю в воду, если я улыбаюсь, мне отражение тоже улыбается. Если я с грубым лицом туда смотрю, мне будет, да, в ответ отражение тоже грубое. Так и сердце человека к человеку. Если я без любви, которую мне дал Христос, обращаюсь к людям, когда они приходят в церковь, когда я вижу их на работе, когда просто общаюсь с родственниками, с родными, не показываю, что я лицо церкви Христовой, то они это будут видеть прекрасно. То есть, когда у меня есть расположение, у людей тоже взаимно будет расположение. Они будут как в зеркале отражаться. Я хотел бы в конце сказать, какое должно быть Христохристианина, лицо христианина. Библия много говорит мест священного Писания. И какое было у Христа лицо располагающее. И много очень выражений, что лицо было как солнце. Лицо было как солнце. В прямом смысле, да. Говорится про Стефана, когда его побивали камнями, что у него лицо было как лицо ангела. Да, можно подумать, что он увидел небо, и так было, он видел небо, и поэтому лицо его просветлело. И у Христа, когда он видел, открывался ученикам, у него тоже лицо сияло. Можно сказать, что это не физическое состояние. Но думаю, что если люди шли за Христом, если они к Нему стремились, то они видели по Нему, Он к себе располагал. От Него не хотелось убежать. И странно, когда общаешься с христианином, и видишь какой-то взгляд, поведение, оценивающее, мерить взглядом. Много выражений в мире есть, да. Смотреть волком и так далее. Бывают выражения, и кажется, ну как это может быть у христианина. Кажется, такая простая вещь, но возникает логичный вопрос. Значит, у него в сердце что-то не так. И значит, у него неверующий человек может подумать. Бог такой. Мы плохо представляем Бога неверующим людям. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились и задали себе вопрос. А каким мы являемся представителем Церкви Христовой на земле? Таким, что люди, видя нас, стремятся в Церковь. Люди, видя нас, интересует их наш Господь Иисус Христос. Они хотят узнать о Нем, узнать о Его величии, о Его любви, о спасении. Или они, приходя в Церковь, они, общаясь с нами дома, они, общаясь с нами на работе, хотят убежать, только видя наше лицо. Хотят спрятаться. Почему? Потому что они видят, что что-то здесь... Он в сердце меня ненавидит. Он в сердце меня не хочет видеть. Давайте проверим свои сердца, насколько мы, людям окружающим, показываем, что с нами сделал Христос. А если Он с нами еще не произвел, если у нас в сердце еще... Окаменено у нас сердце, если у нас в сердце еще не познало, что такое Христос и как Он расположен к окружающим людям, проверим свои сердца. Помолимся. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»